Бюджет НАУ на 2016 год вынесли на общественное обсуждение. Жители региона высказали свои пожелания по поводу статьи расходов окружной казны, которые, на их взгляд, необходимы для развития региона. Но все пожелания учесть просто невозможно, отметила начальник управления финансов Елена Карельская, так как следующий год станет для региона непростым финансовым периодом. Расходы округа превысят доходы более чем на 3 миллиарда рублей. Финансовые риски, недополучение доходов, дефицит бюджета и сохранение социальной защиты. Такую характеристику получил бюджет округа на 2016 год. Елена Карельская, начальник управления финансов и главный докладчик на общественных слушаниях, еще раз напомнила о целесообразности формирования расходов. Вопросы, поступившие от граждан, не новые, но решить все их одномоментно в современных экономических условиях сложно. Президент обратил внимание в учебные заведения, какие у нас на территории. Так вот, дайте, что у нас 30 лет, и 15 лет у нас не строятся, где учатся. В 2014 году вы закончили учебное заведение 18 800 человек. За все эти годы я имею в виду. Новое здание Ненецкому профессиональному училищу действительно нужно, ведь образование – приоритетное для округа направление. На эту сферу будет направлено свыше четверти всех расходов. Объем расходов на социальную поддержку граждан оставлен на уровне прошлого года. Значительная доля расходов приходится также на развитие транспортной системы, здравоохранения, решений жилищного вопроса. 31% всех бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет направлен на возведение жилья, детских садов и школ. Основной упор сделан на детские сады и школы для исполнения майских указов. Также все в курсе, что по городу стоит вопрос и проблема второй смены. Поэтому на сегодняшний день пока что вопрос по учебному корпусу для профобразования пока что в бюджет не вошел. В бюджете уже заложено финансирование строительства школьных зданий в Тельвиске, Нижней Пёше, Индиге, Харуте, Ниси, поселке Искателей, районе Авиаторов. Школу-сад будут возводить в Бугрино и Харуте, пришкольный интернат в Каратайке. На Ренмаре, по улице Ленина, в поселке Искателей, в районе Авиаторов и Ниси начнется строительство детских садов. В следующем году предусмотрена планировка, возведение инженерной инфраструктуры и газификация поселка Искателей, Факел, района Старый аэропорт, улиц Заводская и Пустозерская. Всего в собрании депутатов поступило порядка 20 вопросов. До 1 декабря администрации округа предстоит их рассмотреть и проработать.